Для защиты прав предпринимателей в областной прокуратуре создана специальная мобильная группа. О своей работе сотрудники рассказали на совещании. В этом году поступило свыше 70 обращений от предпринимателей о нарушении их прав. Чаще всего они жалуются на незаконные действия со стороны акиматов, органов госдоходов, полиции. Но в половине случая факты не подтвердились. Еще около 30 бизнесменов получили разъяснение и только 5 сигналов нашли свое подтверждение. 20 февраля 2023 года на телефон мобильной группы прокуратуры Макжана Жумабаева было установлено, что в отношении него управлением санитарно-эпидемиологического контроля вынесено предписание об устранении нарушения законности. Мобильной группой было установлено, что данное предписание незаконное, так как оно противоречит требованиям предпринимательского кодекса. В статье 152 предпринимательского кодекса указано, что предписание выносится только по результатам проверок. Но никакой проверки не было. Более того, выяснилось, что предприниматель сам обратился в управление, чтобы получить санитарное заключение. Должностное лицо получило штраф – 172 тысячи тенге. Столкнулся с несправедливостью и бизнесмен в Петропавловске. Его права нарушили в областном центре крови. В прокуратуру города Петропавловска в январе текущего года поступил сигнал от ИП о нарушении его прав, основанном на ограничении участия в госзакупках. То есть, когда предприниматель, участвуя в госзакупках, принес все свои документы и его незаконно ограничили в участии. То есть, его конверт с необходимым документом не вскрыли, ссылаясь на то, что у этого предпринимателя отсутствует доверенность от руководителя этого ИП. После госзакупку отменили, предпринимателя допустили к участию. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Всего такое наказание за нарушение прав предпринимателей в этом году понесли 4 человека.